Обычный многоквартирный жилой дом Черкеска, расположенный по улице Комсомольской. На втором этаже рабочие устанавливают новое, весьма вместительное сооружение. Нетрудно заметить, что балконная плита намного меньше того, что вскоре здесь должно появиться. Владелец квартиры весьма известный в театральных кругах республики Человек. Считает, что со своей собственностью он может делать, что хочет, не интересуясь мнением остальных жильцов дома. Как и вам, так и обращаясь ко всем жильцам нашей республики, данный вид перепланировки, увеличение размера балкона или лоджии, это запрещено федеральным законодательством. То есть люди зачастую думают, я сделаю, я сейчас выполню, как мне нужно, я сделаю, потом заплачу какой-то некий штраф и мне это все оформят. Нет, такого нету. И чтобы население нашей республики и все, кто хочет или уже сделал, чтобы они не заблуждались, данный вид работы запрещен в федеральном законодательстве. На федеральном уровне за собственниками квартир закреплены не только права, но и обязанности. В частности, только на всеобщих собраниях и голосованиях решать вопросы по внесению изменений в объекты общего пользования, коим относятся кровля, стены, лестничные клетки дома, а также подвальные помещения. Затем принятое решение необходимо довести до муниципальных властей, ресурсно снабжающих организаций, управляющей компанией или ТСЖ. И только после всех согласований выполнять ремонтные работы строго в соответствии с документацией проектной организации. Не сделали ничего этого – живите с тем, что есть. В самое ближайшее время Госдума должна принять поправки, которые позволят надзорным органам не выбирать наказание из нескольких вариантов, а придерживаться единственно верной в таких случаях позиции. Плита балконная вообще, по сути, это, как было бы понятно, это не потолок, это не плита перекрытия. Плита балконная, она заходит буквально сантиметров на 20 в стену дона, то есть она заходит на толщину несущей конструкции. И поэтому люди думают, что крепкий балкон, ничего не будет. Хочется, обращаясь ко всем, это до первого рейда. Нередко при упоминании темы незаконности установки балконов больших размеров, многие горожане сразу поднимают шум, начинают говорить о предвзятости, о некой зависти и так далее. Что, собственно, и было во время одного из наших прошлых материалов, посвященных данной проблеме. Но ведь дело вовсе не в этом. По стране было немало случаев, когда именно изменение конфигурации строения приводило к трагическим последствиям. По городу проезжаю, вот вижу рекламные какие-то щиты, баннеры, что выполняем балконы, реконструкцию и так далее. Я зашел один раз в такую фирму, там мне сказали, нет, мы только в рамках дозволено. То есть то, что, ну в результате вы видите, да, что происходит. Увеличение балкона буквально, то, что вы говорите, там на 30 сантиметров, на 35 сантиметров, где-то можно. Нет, нельзя. Нельзя. Люди увеличивают на метр с каждой стороны, то есть вперед выдвигают на полметра. Ну это очень опасно. Это в первую очередь опасно для самого собственника жилого помещения, потому что может всякое произойти. И тем более это все транслируется по, мы все это видим, то есть все трагические последствия. Представители жилищной инспекции периодически проводят рейды по домам, проверяют помещения на предмет перепланировки увеличения размеров конструкции. Если обнаруживают несоответствие, выдают предписание. Если до 2010 года, ну до 2011 года мы выдавали предписание, где мы прописывали либо привести в первоначальное состояние, либо узаконить выполненную перепланировку, то на сегодняшний день федеральное законодательство это запрещает. То есть мы не оставляем собственнику жилого помещения шанса узаконить это. Только за последний месяц инспекторы выдали предписание об устранении нарушений четырем собственникам жилых помещений. Вполне вероятно, они и многие другие не будут спешить с возвратом конструкции к прежнему состоянию. Так, собственно, пока делают многие. Например, жильцы квартиры по Красноармейской улице не торопятся исполнять решения надзорных органов. Им почти год назад было предписано восстановить первоначальный вид фасада строения. Но ВОЗ и ныне там. Мы прошлись и по другим адресам, где владельцы квартир самовольно установили дополнительные балконные конструкции. Огромных размеров сооружения на третьем этаже дома по Кирово-16 все так же пугает соседей вероятностью обрушения стен. Эта организация на первом этаже дома по улице Горького числится квартирой. Раньше здесь располагался цветочный магазин, который по рекомендации надзорных органов, так сказать, приказал долго жить. Прошло время и вместо возврата к прежнему облику просто поменялось название. Что касается панельного жилого дома по улице Лободина, то еще полтора года назад соседи-хозяйки самостроя обращались в мэрию с просьбой пресечь разрушение здания изнутри и строительства балкона на общедомовой территории. Там же несущую панель он разрушил. Двери сделал на выход, что нельзя делать. Он же крупнопанельный дом. А они разрушили вот это все. А вот со строительной точки зрения, вот вы говорили строительной, насколько это небезопасно? Ну, саму вот если рубишь перфоратором тяжелым, представьте, старый дом, срещины, то все, я думаю. 40 лет дома. Так это место выглядело в прошлом году. А вот так теперь. Не заметить разницу невозможно. Дурной пример заразителен. И вот уже нарушение наносит по жилищному кодексу двойной удар. По одному с каждого этажа. В этой связи остается надеяться, что уже в 2018 году многое для владельцев самовольно установленных сооружений изменится далеко не в лучшую сторону. И прежде чем что-то делать, придется хорошенько подумать, а стоит ли браться за реконструкцию, вкладывать в это немалые денежные средства, чтобы потом, опять же за свой счет, сносить только что установленное. Артур Максим, Андрей Дорошенко, Михаил Каракелян. Итоги недели.